привет привет всем добрый вечер друзья здравствуйте по звукам можно догадаться что мы находимся в центре москвы у кого есть возможность тут ездит с мигалкой и сиреной арена сигнализации как дела юля я не юля я ее сестра как протекает беременность знаете девчонки сейчас стало очень большой начались отеки и я просто кроме вот этих пижамных штанишек серых что я выложила пост ничего не хочу надевать просто мне хочется комфортной одежки очень на юлю похоже да это с детства знаете юли привет передавайте конечно же большой от меня когда зайдете к ней очень красивая спасибо большое юля да очень как ну хотите юли называете мнение обидно только другие женские имена не используйте как бы кровное можно кать какие роды кесаро сечения или естественно нет предпочтение у меня добрый вечер вы очень красивый девушка прекрасный просто королева красоты спасибо я тебя очень понимаю меня самой 26 неделя и начались эти у меня раньше чем у вас начались отеки и сумасшедшее желание сожрать киндер сюрприз вот эти вот шоколадки да значит белый шоколад с орехами с орехами цельными фундуком и вот сейчас перед тем как ехать сейчас я еду на педикюр обязательно покажу вам что сделаю и где перед тем как выехать я обязательно должна была сделать себе какао с молоком и надавить туда взбитые сливки так но я надеюсь что если стану очень жирный вы от меня не отпишитесь вот но сегодня мне мой муж заявил очень не могу не похвастаться заявил очень утешительный момент что на период родовой активности пока я беременность мои габариты его не волнует то есть если я стану очень жирной это как говорится ничего опасное заявление согласна очень опасная но лояльно никогда не могла понять как беременушкам очень сильно хочется съесть какую-нибудь гадость сейчас понимаю можно конечно брать себе супер в руки но чего уж там можно и поесть привет тебе из хазахстана желаю тебе легкой беременности ротов спасибо большое очень красиво здорово легкая беременность и особая ротов спасибо большое имя не придумали все откладываем на последний момент вообще знаете вот я в инстаграме объявила своей беременности месяц назад до 14 февраля на день влюбленных мы показали вам животик и за этот месяц произошло столько событий просто он насыщенный как маковая головка с маком и зернышками поэтому даже некогда сесть вот так чисто обсудить парню придумать имя бишкек с тобой ой мои хорошие была у вас какая погода была шикарная мы улетали весной из холодной москвы прилетели к вам там весна там тепло как привет ты понимаешь мне настроение спасибо большое это моя любимая забота работа потому что в принципе ничего тяжелого мне поднимать нельзя надеюсь ваше настроение не тяжелее 5 килограмм вот так вы сделали анализ на сахарную грибу как-то по культурному называется этот анализ ну если по-другому я поняла по глюкозу когда пьешь да мне уже рассказали как это делать не делала но она по-моему с двадцать четвертой или двадцать пятой недели должна быть не она он мы все назовут давид давай давидом назови прекрасное имя но моей любимой подружки натальи сын давид ну что же я совсем лох как подружка так нельзя имя выбрали для малыша без выпросительного знака поэтому растолковываю это как утверждение молодцы раз выбрали молодцы соскучились целый день тебя не видели привет леточка моя хорошая да и сегодня в беготне у меня радостная новость попозже смогу рассказать какая вот но все новостей очень много очень много и я постепенно буду вам о них рассказывать думаю что вам будет интересно ну и по привычке с вами будем обсуждать прекрасно выглядишь лёгко берем спасибо большое того чтобы вы мне написали комплименты тюдя катя сегодня пошла в салон помыла волос хорошенечко накрасилась видите глаза когда чтобы эти глаза на фоне большого отекшего лица выглядели культуру вот и едет на педикюр стала еще интереснее твоя страничка ой как приятно да друзья мы поздравьте нас мы переехали в химки так что мы ваши соседи фурки на химки сегодня тела вот в том районе будем жить хочется чтобы быстрее пришла весна потому что там говорят красиво свежий воздух счастья вам спасибо большое и вам взаимно так мы тоже химки скоро приедем кстати мне моя подружка одна написала что она беременность тоже переезжала у нас вчера был переезд как вы понимаете что вещей куча и элементы мебели есть и пианино у меня есть но не такое как советские времена огромная а все-таки цифровое вот но два зеркала с лампочками я же люблю все эти дела конечно я рада что я в положении я ничего не таскала и откосила но слава богу что есть такая услуга как грузчики слава богу что есть мой заботливый муж который просто не дал мне поднять ни пакетика а стыдно когда человек собирает все переносит а ты сидишь стыдно но вместе с тем удобно приятно и что что может вывести славен горжановский это правда нет неправда венчик привет если где-то обнаружите это пропавшее тело сохраните их пожалуйста обязательно сохраню я нет я не за рулем я еду в такси водитель узнал меня кстати даже понял что я не та которая вышла за тиграна понимаете кстати могу сразу перейдить некоторые вопросы и сказать что наверно все-таки водители не бесит когда я сижу в прямом эфире ерунду не пишите вы курите нет не курю никогда не пробовала даже сити и очень не люблю их запах для меня очень воняют руки курильщика ну и волосы и вообще когда курина помещение для меня всегда было испытанием а сейчас тем более я сейчас кстати берет беременности очень чувствуется когда нет воздуха в помещении очень чувствую ты красивая стала очень спасибо большое я не считаю что когда-то я была уродка но разве так что когда-то давно на проекте что-то так не очень было честно признаюсь недовольна была своей нежностью так венеры были были нет не венеры видать свои зубы поэтому повезло что говорить как-то календарь скидывала у тебя совпало мальчик был по календарю тоже нет по календарю у меня была девочка то что я скидывала по узи у меня парень сынок я наблюдаю с тобой вместе с тобой меняюсь когда ты блондинка и я блондинка ухода и как прикольно ты покрасилась темный я тоже перекрасилась ты беременяжка и я тоже ничего себе как прикольно у вас случайно так получилось или вы прям квест проходите так первый узи со вторым пол совпал первое узи без пола было просто там на самое раннее второе узи пол не видно было вот на третьем узи уже поняли ху из ху есть какие-то хотенчики во время беременности ну шоколадки не хочется хочется шоколадки очень с ума схожу просто от какао со взбитыми сливками я понимаю что это просто плане питания товарищи это пиздец извините за мат никогда бы раньше себе не позволила такого серьезно я всегда очень блюдю блюла свою фигуру и жирнятину говнятину никогда не употребляла чтобы кожа была хорошая чтобы не нарастала лишняя в ненужных местах ноги знаете знаете что сейчас во первых я говорила так кулак сжимать неприятно и и такое ощущение что ноги стали очень большими и чувствуется отек иногда прям одышка сумасшедшая наклониться за пакетом просто я не наклоняюсь что я наклонюсь и сразу одышка как будто я шкаф только что двигала знаете и неприятно конечно эта история что вот ноги так в колене когда сгибаешь вот эта задняя сторона колен как будто полотенце свернутое положили знаете потому что то что объем ноги стал больше в общем такая история когда уже ногти сделаешь хоть один ноготь вот это вас смущает блин мне нравятся эти ногти но пока что до них не доходит дело вот сегодня пока что педикюр будет просто девочка которая наращивает ногти и сегодня нет поэтому я поеду на педикюр ничего страшного хотела мальчика или девочку знаете что я хотела быть стройной самка вот что я хотел а тут мальчик или девочка знаете вот честно вам скажу когда я поняла что я замеренила я подумала блин ну ладно вот так потому что у меня были планы еще путешествовать все дела и когда меня мучил токсикоз все три месяца первые я думаю я не думала о том что там за пол я просто думала за что за что за что мне это за что я терплю эту говнятину меня тошнило два раза на дню и конечно я хотела близняшек я думаю но если я так сильно блюю ради близняшек ладно ладно это нормально вот потом мне приснился сон кто следит за моей жизнью давно знает что у меня мама умерла в 2010 году это было давно и мне приснилась мама как будто бы и я спрашиваю ты у меня родишься ты ты у меня родишься она говорит она поворачивается как из-за спины и кинула головой я грудь и тебя обниму у меня аж мурашки когда я буду рассказывать я ее обняла и она как будто туман растворилась во мне я думаю все стопудово будет девчонка стопудово доча маму рожу и потом как раз было узи она не показала пол я думаю уже имя придумала думаю назвала бы дочку лиана лианочка вот и потом пол показала что будет сынок но я вам скажу так что когда зашевелился ребеночек у меня и я думаю блин сынок а мама как же мама вот такой глупости таки вот и когда начал ребеночек шевелиться это настолько пробуждает любовь к нему к этому маленькому крохотному а зависящему от тебя в тебе живущему человечку твоему родному что мне уже все равно что там за пол просто очень прикольно что это со мной происходит вот за что ты терпишь говнятину за то чтобы через пару месяцев обнять свое счастье они в путешествии ну как пару не пару месяцев там давайте по-честному не пару месяцев до больше вот поэтому говорю как есть у всех разные знаете мировосприятие кто-то 18 лет мечтает стать мамочкой и кайфует от того что много детей и семейной жизни материнства есть да кто-то не представляет себе в этой роли это я из второй категории девчонок и ничего страшного по стыдно в этом я вижу просто все разные это нормально приветики катюша интернет есть у меня видите все порядке вот так что поведала вам свою историю очень много девчонок пишет директ приятно что интересно интересно много относительно там положения беременности 8 минуток мне еще осталось ехать забавно что пишут девчонки как ты узнала что бери вот мне здравствуйте всем кто присоединился вот мне интересно как все даже нашла недавно фотографию с этим тестом две полоски кстати это единственный раз жизни я очень-очень педантично всегда подходила к теме чтобы не забеременеть когда не надо и всегда очень храняла свой как говорится материнский будущем организм и и когда первый раз в жизни видишь эти две полоски они конечно вызывают массу эмоций что-то произошло вот два тестика такая фотография у меня есть двухполосочный погон вы читаете книги о беременности собираетесь нет я не люблю читать если честно вот я читаю я люблю читать ваши комменты статьи в интернете вот это интим один кон запрещали вот было такое что тяжело с нарощенными сама собираюсь научить вы про нарощенные ногти или волосы или про нарощенный мозг уточните пожалуйста катюш дату родов скажи у меня такой же срок мне девятого ноль седьмого ставят дату я точную дату не задам не скажу вам потому что это плохая примета но скажу вам что у меня тоже июль первая половина так что можно сказать что мы с вами где-то рядом тусуемся у меня четыре месяца а животика еще нет но он где-то после четвертого и начнет вылазить знаете поэтому вы не переживайте на самом деле я считаю что маленький живот для беременной девушки это конечно может быть не так романтично не так вызывает эмоции у второй половинки да вот мужчина мне кажется любящий когда смотрит на животик для него это удивительно несмотря на то что наше тело меняется но вместе с тем смотрит на животик и понимает что там ребеночек лежит маленький это божественно но у вас не будет во первых вам не нужно будет растягивать все свои шмотки покупать беременные шмотки во вторых у вас не будет растяжек если у вас маленький живот это же прекрасно ну будет там полукругленькое что потрогать и показать любимому что живот бери так что не переживайте наоборот я бы на вашем месте радовалась я так как маленького роста и Юля я видела какие большие животики были у Юли у нее тоже высокий муж маленький рост ну как средний средний хороший рост и получается что большие животики с таким ростом но у Юли нет растяжек поэтому и я собственно говоря сильно не расстраиваюсь как по мне как самый плохой во время беременности это токсикоз а вы знаете мне кажется вот для меня самое стремное это отеки когда ты в кабана превращаешься вот а токсикоз мне даже в каком-то смысле нравился потому что я так похудела а тут все что в топку то и откладывается понимаете Катюша когда родишь поменяется мировоззрение через несколько лет будешь смеяться над тем как раньше рассуждала по поводу детей и материнства все приходит с опытом все приходит с опытом но и со временем я бы так сказала ау ау закончился токсикоз у меня токсикоз закончился давно месяца три назад ровно вот прям вот как по расписанию первый триместр был токсикоз вот этот жуткий ужасный изжога такая очень кислый привкус во рту тошнотный просто я как вспомню не дай бог попадется какая-то острая пища вообще страшно что сейчас я сгорю ну такое неприятный момент о яблок 158 она говорила про яблоки не знаю ничего вроде не говорила так очень идет темный свет спасибо большое да заебали вы с темой секса вам что спросить больше нечего много раз спрашиваю а я не видела просто в кайф было прочесть ваше матюкливое сообщение да есть секс просто не так конечно как раньше ну что вообще считает насколько я знаю что если все с умом аккуратно то можно применять почти до самых родов лишь бы показания врача не перечили потому что бывают угрозы там еще что то естественно тогда не разрешают а сейчас беременная на четвертого и токсикоз убивает ужасно Катя какой в химках ЖК у вас вот извините я не признаюсь прямо там подъезжаю вот водитель сказал что мы подъезжаем осталось две минутки до прелестного салона кстати беременность это просто невыносимо вот невозможно я еду час в пути да час и уже с трудом вот мечтаю даже не то что зайду в салон а то что там есть уборная я побыстрее туда зайду понимаете такая беременным то пить то есть то в туалет вот такая история так ты на такси водитель все слушает да водитель все слушает вы не поверите кроме водителя еще у вас тут тысяча с лишним человек слушает поэтому мне чего стесняться Катя хорошего вечера спасибо большое мои зайчики вам тоже хорошего вечера предупреждай заранее об эфирах хорошо мои дорогие буду делать сторисы вот спасибо что были со мной всем пока оп завершена так я